Водолей, привет-привет! Меня зовут Мустафина Ирина, и это расклад на неделю для вас с 4 по 10 декабря. Что ж, уже начинается предновогодняя суета, и декабрь месяц заставляет нас задуматься о том, какие итоги нам дарит этот прошедший год и устремляет наш взгляд в будущее, о том, о чем нам еще хочется помечтать и каких планов и горизонтов нам хочется достигнуть. Мы будем с вами смотреть сегодня события на картах Таро. Три подсказочки я возьму отсюда. На Маккартах мы посмотрим ваши взаимоотношения на этой неделе, и также на Ленорман мы посмотрим, на какую область вашей жизни стоит вам уделить большее внимание на этой неделе. Итак, давайте приступать! Смотрим первую подсказку события. Вестник мечей. Вестник мечей говорит о том, что в вашу жизнь будет входить какая-то новая информация. То, возможно, ответы на вопросы, которые вы искали, решение каких-то задач, которые не сдвигались, поступит информация, которая поможет разрешить те трудности, которые возникали на вашем пути. Также это может быть какое-то начало обучения чему-то новому. Либо вы будете подводить итоги года и поймете, что о какой-то цели или каком-то плане вы немножечко подзабыли, и уделите этому более пристальное внимание, распишите, что вы можете это успеть еще осуществить в декабре. Что ж, давайте смотреть дальше. Солнце. У вас наступит радость, ясность, наполненность, гордость за то, что вы что-то смогли. Вас порадуют итоги уходящего года, и та информация, которая будет поступать, или то обучение, которое вы возьмете на этой неделе, также будет способствовать продвижению ваших дел и радовать и приносить удовольствие и счастье. Что ж, смотрим еще. Весник Жезлов. Весник Жезлов говорит о скорости, о том, что вы загоритесь какой-то идеей, может быть, действительно вы забыли о каком-то проекте или о какой-то своей мечте, которую вы планировали в начале 2023 года. И прояснение этой ситуации сподвигнет вас на какие-то решительные действия, на какую-то поездку, на стремление и продвижение вперед. Также по этой карте вам может в жизни помочь какой-то человек. Вдруг неожиданно он ворвется в вашу жизнь, решит, закроет какой-то вопрос, и вы успокоитесь, вы ощутите вот эту вот поддержку, вот это счастье, вот это наполненное состояние того, что в вашей жизни все волшебным ужасом складывается гораздо лучше, чем вы думали в самом начале. Поэтому старайтесь поддерживать связи в отношениях с людьми на этой неделе, ищите информацию, которая вам недостает, углубляйтесь в те процессы жизненного пути, которые необходимо сдвинуть дальше для прояснения вашей жизни, и, конечно же, старайтесь наполнять себя счастьем и любовью на этой неделе. Для того, чтобы радость сподвигала вас на новые подвиги и новые свершения. Смелее двигайтесь в путь, организовывайте еще те проекты, которые у вас остались в голове, потому что на этой неделе еще можно. С 13 декабря у нас развернется в ретроград Меркурий, и тогда астрологи не советуют начинать чего-то новое, а лучше тогда уже заканчивать и подводить итоги того, на чем вы работали, на чем вы задумывались. А на этой неделе, да, можно еще устремляться во что-то новое, подчерпывать информацию, подписывать какие-то договора и прояснять все в своей жизни. А мы смотрим, что вас ждет во взаимоотношениях на этой неделе. Ой, сама карта у нас убежала. И это многозадачность. Вам может показаться, что на вас на этой неделе свалилось слишком много, и вы не успеваете. При этом почему-то вы решили, что все эти вопросы и дела вы должны разгребать самостоятельно. Но эта карта говорит о том, что в окружении вас есть люди, которым можно делегировать свои обязанности, попросить о чем-то рутинном, то, что не способствует продвижению ваших целей. Вы устремлены к решению глобальных задач и вопросов в вашей жизни, поэтому переложите рутинные дела на тех, кому вы доверяете и кто с удовольствием их сможет выполнить. Не перенагружайтесь на этой неделе чем-то неважным. Сосредоточьтесь только на том, что действительно двигает вас к счастью, к процветанию и создает гармонию и наполненность. Поэтому уделяйте время близким, говорите им о том, как они могут вам помочь, и тогда вы не останетесь один или одна, а почувствуете, что у вас есть верные друзья и помощники по этой жизни. И кто-то неожиданным образом всегда может прийти на выручку и поддержать вас. А мы смотрим, на какую область жизни вам стоит уделить более пристальное внимание на этой неделе. На удачу, на удачное стечение обстоятельств, на то, что вам благоволит фортуна, и высшие силы приготовили для вас маленькие сюрпризы и подарочки на этой неделе. Сфокусируйтесь на них, наполните свою жизнь каждый день маленькими радостями, маленькими победами. Научитесь благодарить себя за то, что имеете, и за то, что входит в вашу жизнь. Все события, вся информация, вся помощь будет нести ясность, продвижение к вашим целям, и вы будете чувствовать эту удачу. Как говорится, ловите момент и наполняйтесь. Позвольте Вселенной сделать так, чтобы всё сложилось по задуманному плану, чтобы в вашей жизни было больше счастья, процветания и маленьких радостных моментов. Что ж, я желаю вам, чтобы эта неделя действительно была продуктивной, наполненная смыслом и продвижением вперёд. Будьте благодарны и ищите возможности везде, в любой информации, в любой поддержке. Находите помощников и делегируйте свои обязанности. И тогда ваша жизнь наполнится счастьем и процветанием. А я с вами не прощаюсь. Мы встретимся очень скоро в новых видео.